Планы эмигрировать. Выходит точно, четко выходит в Польшу или в одну из прибалтийских стран, скорее всего в Литву. Очень переживает, скажу честно, переживает, но не видит исхода. Он запутался. И в мыслях, и в делах запутался. Он все это обдумает со временем, но будет уже поздно. Он поддается воздействию. Можно управлять им. Поднажать на него можно, что-то там сделать. Он согласится. Своей неустойчивой психикой он похож на Байденова. Поэтому, как я выражаюсь, они работают над ним в вибрациях. Откажется от президентства. Так ситуация время покажет. Там установится, по моему видению, новый режим. Даже на его место выгибнут претендента нового. Ну, может, даже нам хорошо известно. Думаю, вот так, до сентября. Где-то в сентябре. Июнь, июнь. До сентября. Вот в сентябре должно стихать. У меня, собственно, вопрос такой. Понятно, что все ерунда, экстрасенс и так далее. Но вот тут какие из того, что говорит этот человек, какие мысли будто бы хотят навязать и донести? На самом деле, экстрасенсы — это не ерунда. Вернее, так считало российское государство одно время. Потому что вот мы посмотрели уже только сливки самые, а молочко, с которых это сливки получились. Я-то целиком посмотрел этот выпуск. Я даю себе такую возможность насладиться этим в полном объеме. Фильм называется «Наш дед Ванга». И по первому каналу пару недель назад Вангу показали. Опять нашли какие-то ее предсказания, которые 30 лет назад она оставила про ДНР. И, наконец-то, их вскрыли, как это послание. Раньше дети-пионеры, они взрывали, значит, какие-то вот эти послания в бутылки для того, чтобы, не знаю, под деревом их раскопали где-нибудь спустя 50 лет потомкам. А здесь как будто баба Ванга, она оставила их России, про ДНР и про все такое прочее. Вот. И здесь уже вместо Ванги начали находить наших доморощенных непосредственно каких-то вангистов. И вот этот дед, он реально сотрудничал с властями Российской Федерации, до этого Советского Союза. Он был экстрасенсом на службе у государства, как бы это странно ни звучало. Но у него не было какого-то... То есть он, скорее всего, ну как сказать, своеобразный человек. Но мы будем к этому возвращаться еще по ходу нашего разговора, что можно считать сумасшествием, а что нет. Ну вот просто мы до сих пор не знаем, кто готовит бумажки и папочки Владимиру Путину, вот эти красные, где говорится, что происходит в стране, вот эти аналитические записки. Потому что Путин же, он не из СМИ, не из интернета узнает новости, он узнает все их из папочек. Вот папочки Бориса Ельцина составляли люди до 96-го года, среди которых были экстрасенсы. Этим занимались генералы Рогозин и Ратников. И вот у них одним из экстрасенсов был вот этот вот дед Фомин, которого, соответственно, они использовали для того, чтобы он читал мысли на расстоянии, смотрел по видеокадрам состояние лидеров других стран и так далее, и так далее, и так далее. Это очень дикая и очень смешная история. Я вот сейчас просто про неё ролик запишу как раз для своего канала, потому что у меня много материала осталось после зомбоящика. Поэтому, если хотите, посмотрите, это завтра, наверное, выйдет. Но дело в том, что сумасшествие заключается в том, что мы считаем, что то, что показывают по российскому телевидению, вот эти прожжённые, хладнокровные, циничные сволочи, они в это сами не верят. А чёрт его знает, может быть, и верят, потому что... Человек, который наследовал своё место Владимиру Путину, он в этой... Ну, то есть, по крайней мере, служба его безопасности, которая составляла эти аналитические записывания, она верила в это до 1996 года. То есть из этого появились известные вот эти выдуманные цитаты Мадлен Олбрайт о том, что Россия слишком большая, и от неё нужно забрать как минимум Сибирь. Это экстрасенсы прочитали такие мысли у Мадлен Олбрайт. Она никогда этого не произносила. А, не знаю, Никита Михалков до сих пор это повторяет как свою любимую цитату, которую когда-либо произносил ещё очень серьёзно для того, чтобы показать, вот они, сволочи, американцы, как про нас всё время думают и так далее. И вот этого деда, то есть он с некоторым историческим опытом, его пока... И весь фильм, значит, нагнетается. Мы узнаем дату капитуляции Владимира Зеленского. Мы узнаем капитуляцию Владимира Зеленского после рекламы. И вот весь фильм, значит, после рекламы мы узнаем. Как ты думаешь, мы узнаём дату капитуляции? Сентябрь? Нет. 17 сентября? Но неизвестно, какого года. То есть это может произойти в этом году, а может быть через 100 лет. Дедушка не сказал. И то на НТВ сообщили, что 17 сентября, если этого года, то это слишком оптимистично. И я думаю, а не является ли это оскорблением специальной военной операции, так называемой? И вообще по делу о фейках должно НТВ идти, если оно рассуждает и берётся, значит, рассуждать не в своих категориях, что оптимистично, что пессимистично для специальной военной операции. Ну, по-нормальному, если говорить, войне. Вот. Но самое интересное, что если по телевизору очень-очень долго показывали Украину, говорили, что это фейлд стейт, это разваливающееся государство, и в итоге Министерство обороны, Генштаб и Владимир Путин в это сами поверили, то почему бы им не начать верить в самих экстрасенсов, которых они тоже показывают? И это ещё как раз с опытом. То есть его и в Советском Союзе использовали как экстрасенсы. Такие опыты, надо сказать, и в США делались. Ну, не с этим человеком, конечно же. Но вот эти вот исследования и надежды, что, а, есть какая-то паранаука, есть какие-нибудь боевые парапсихологи, сверхвидящие люди, благодаря которым мы будем узнавать, сколько байрактаров на самом деле у украинцев или ещё что-то такое. Такие надежды, они периодически появлялись, по крайней мере, в любых армиях мира и так далее. Но у нас эту ерунду начали опять показывать ещё и по телевизору, что меня вызывают довольно большие опасения, учитывая, что, ну, реально, есть такое выражение, если сто раз скажешь слово «халва», то во рту от этого слаще не станет. Но российский телевизор, он немножко опровергает это выражение, потому что чем чаще он о чём-то говорит, тем больше люди в это начинают верить, несмотря на то, что это может быть абсолютно неправдой. И если показать таких 50 программ про экстрасенсов, то люди, которые сами пишут и которые являются вот этими циничными совлачами, они сами начнут думать, что, ну, это возможно так и есть, несмотря на то, что в этих же кабинетах такие методички со всякой ерунду и составляются про, значит, этих боевых экстрасенсов КГБ, как про этого Ивана Фоминана. В общем, вещь совершенно дичайшая. И то есть про Бабу Вангу это ещё одна история. Но я бы тоже заметил, что её же не случайно показывают всё время. То есть это лёгкий способ всё время поднять себе рейтинг каким-то образом и выдумывают до сих пор её воспоминания какие-то, какие-то предсказания, о которых давненько уже, которые хранились вот на дне этих самых хранилищ, хранилища, наконец-то, их нам всё-таки раскупорили, распечатали. Люди сами готовы в это верить. То есть в Бабу Вангу верят намного больше в России, чем в Болгарии, например. Я вот вчера как раз разговаривал с журналистом из Болгарии одним, он поделился со мной таким впечатлением, просто потому что она здесь стала феноменом по телевизору, и вот про неё так много говорили, что она воспринимается как авторитет. Если вот этого деда показывать по телевизору с такой же частотой, то и он будет восприниматься как авторитет. И самое страшное, что не только аудиторией, которой можно скормить что угодно, но и людьми, которые сами принимают решения и сидят в кабинетах. Да, действительно, я читала все свободные, все мои знания как раз про экстрасенсов, которые сопровождали как-то путь Ельцина, и благодаря ним выбиралась, в какой день, куда поехать в предвыборной кампании. И для меня открытие, что это тот самый человек, который... Это один из тех людей, услугами которых пользовались эти самые экстрасенсы, то есть он работал слипером, как я понимаю, а это вот люди, которые погружаются в сон и читают мысли людей на расстоянии там в Америке где-нибудь или еще что-то такое. Вот, если честно, очень пугает, что там генералы, которые, собственно, вообще-то могли бы защищать нас, если бы не нападали, вот случись война, принимать таким образом решения. Ну, с другой стороны, знаешь, может быть, и слава богу, что такие генералы, они меньше вреда миру принесут, если вот они такие. И, может быть, тем скорее как раз Россия избавится от атаков этих генералов, просто потому что они какие-то совсем уж сумасшедшие. А я хотела еще уточнить у тебя, ну, вот ты, опять же, ты или тебе как бы находят какие-то выпуски, да, которые ты дальше отсматриваешь. Раньше, когда только началась война, говорили, что Зеленский покинул Украину. Здесь вот мы из речи этого деда видим, что он капитулирует. Это какая-то тема, которая вернулась, но теперь ее преподносят, что это случится? Или это вот разовая история? Там сложная история, на самом деле, с этим фильмом, потому что его точно снимали в два захода. Одну часть сняли они зимой, когда еще снег лежал. И мне кажется, что просто они эти кадры не удалили, а другая часть видно, что снималась летом, то есть когда уже Зелено на улице. И вот я боюсь, что он вот эти предсказания о том, что Зеленский сбежит, это же взаимосвязанные сосуды. Этот дед смотрит телевизор, исходя из этого делает свои предсказания. То есть, например, в том числе одно из его предсказаний, которое не сбылось, было то, что Украина нападет на Россию. Как он узнал подтверждение этого поворота? Он узнал по телевизору, что, оказывается, Украина готовила нападение на Россию. Правда, оно не случилось, но ничего страшного. То есть, возможно, это нормально для предсказателей предсказывать то, что не происходит. Вот. И мне кажется, что вот эти все вещи про Зеленского, он говорил вот в этой первой партии еще своего интервью, которое записывалось в начале марта, когда лежал снег. И тогда же, соответственно, ну, это был расхожий дискурс, по телевизору говорили. То есть у нас глава Госдумы Володин три или четыре раза сказал, Зеленский бежал, Зеленский бежал, Зеленский бежал. То есть он это настойчиво в течение недели или двух повторял, и почему-то это не случилось. Так же, как Кадыров в течение первых десяти дней настойчиво говорил, говорил, говорил о том, что, значит, его бойцы будут в Киеве, его бойцы будут в Киеве. Специальная военная операция будет закончена за сутки, если в сутках будет чуть-чуть, хоть побольше часов. Ну, вот прошло уже больше ста суток, вот, и операция до сих пор это не закончилась, эта война просто бесконечна. И я боюсь, что здесь просто были кадры из-за тем, как дед посмотрел телевизор, и вот он что-то из того, что он увидел, пытается преподнести как то, что хотят услышать от него журналисты. Может быть, они сами просили его сказать, потому что тут же такая вещь с людьми, которые считаются телепатами, экстрасенсами, астрологами, они должны угадывать иногда, что человек хочет услышать, для того, чтобы подержать в нём надежду или ещё что-то. Соответственно, с телевизионщиками точно такая же история, он должен быть им интересен. Если он говорит какую-то неинтересную фигню, отвязанную от их жизни, значит, к нему не будут приходить, не будут платить ему деньги, не будут настраивать на него камеры. Поэтому я думаю, что вопрос с отъездом Зеленского, он отпал, просто фильм сделан довольно халтурно, наш дед Ванга, и поэтому это просто старое предсказание, которое всплывало. Сейчас оно не очень актуально, учитывая, что уже не то, что Зеленский не бежит из Киева, это к нему представители парламентов, главы государств приезжают в Киев, и ничего страшного от этого не происходит. Это разговор о том, что Зеленский может уехать, это буквально первые 10 или 2 недели, 10 дней или 2 недели войны. Дальше он уже отпал сам с собой. Мне кажется, что это просто халтурная часть фильма НТВ, но если смотреть его целиком, то просто сидишь и ржёшь постоянно от того, что там происходит. в том числе от того, как он делает предсказание про 17 сентября, потому что 17 сентября он ни разу не произносит. Он говорит, что видит цифру 17, и говорит, что до сентября это всё закончится. А в фильме НТВ говорят 17 сентября конкретно, потому что 17 августа или 17 июля это точно не закончится. Ну а потом ещё раз на всякий случай оговорится, что, ну, наверное, вообще даже не в этом году, а в каком-то следующем. Но, впрочем, это не первая сумасшедшая новость, которую мы с тобой обсуждали, и делаем это серьёзно, между прочим. Вот, пойдём дальше. У нас там ещё кое-что забавное припрятано, что тоже за гранью логичного и рационального. Всё так, всё так. Я только хотела просто поделиться мыслью, что уже пропаганде не требуется какие-то факты находить, подтверждать. Уже можно просто очень удобно предсказателей вызывать, и всё. Да. А так, пойдём дальше. У нас ещё одно видео на очереди про таблетки, которые делают украинских воинов сильными. Народная милиция ЛНР говорят, что очень часто сталкиваются с неадекватным поведением украинских бойцов. Прямо встают в полный рост под огнём и начинают вести огонь. А потом оказалось, что бойцы ВСУ постоянно применяют вот такой препарат. Окупан. Производство Франции. Это сильный анальгетик, сильный обезболивающий. Но, как сказали бойцы ЛНР, при увеличении дозы он просто делает людей, ну, берсерками. Ну и сильнейшее привыкание. Люди потеряют страх смерти и реально встают в полный рост под огнём. Возьмём, отвезём на экспертизу. Посмотрим, чем пичкают западные страны украинских солдат. Я даже здесь, да, ты можешь про это без смеха говорить. Но, тем не менее, вообще, ну, как бы, может быть, ты изучал, посмотрел, что это за препарат такой. Я посмотрел, да, перед нашей программой. Просто я вот это видео конкретно не видел до сегодняшнего дня. Но вот этот препарат, его можно даже не ввести специально в ЛНР, хотя, возможно, его там просто не существует. А вообще в России его можно заказать в Е-аптеке. Это Сбербанковская такая служба по заказу лекарств онлайн. Окупант Биодекс, его можно найти в продаже в российских аптеках и, в частности, заказать в нескольких интернет-аптеках. Это спокойно делается. Не надо ради этого ездить на войну. И я предлагаю людям, которые все-таки наметили себе желание взять этот оккупант, сделать это в России и не кататься, никого не убивать и не попадать под риск самому быть убитым. Потому что единственное, конечно, чем можно стать, это там оккупантом. И в этом ничего хорошего не будет. Но это же только одна из таких историй, когда нужно объяснить, а почему, собственно говоря, украинцы так долго и так упорно сопротивляются. Мне больше история понравилась с месячной давности, когда РИА Новости сфотографировали какой-то дом в Украине, на котором был написан некий знак «Зайн». Это буква какого-то ещё раннесемитского какого-то алфавита. И она считается ведьмаческой. И значит, она по версии РИА Новостей значила меч, а в древности это значило мужской половой орган. И значит, вот там делается очень долгий анализ статьи РИА Новостей. И говорится, что там присутствовали все признаки занятия чёрной магией. Вот в этом доме, где был этот знак «Зайн» нарисован, обнаружены. Они были в штабе украинских миномётчиков на окраине одного из сёл. Адепты потусторонних сил, это они так уже называют украинских военных, пытались осветить оружие и делали пометки кровью. Это передаёт корреспондент РИА, который наверняка был свидетелем всех событий. Хотя, честно говоря, в этом сомневаюсь немножко. Потому что этот знак можно нарисовать самим. И дать расшифровку какую-то тоже без проблем. Тоже можно самим придумать. Нужно, главная цель — это придумать, почему всё-таки украинцы так долго сопротивляются, почему они не переходят массово на сторону российской армии, почему они не сдаются. Ну вот придумываются вот такие штуки, что какой-то аппарат, препарат, который не очень популярен в России, но можно про него сказать, что он делает человека берсерком. Кстати говоря, препарат тоже не наркотический. Ну, как бы это можно даже было не упоминать, раз он находится в свободной продаже в Российской Федерации. То, ну вот, это ещё один такой забавный способ. На кого-то это действует просто потому, что если ты предлагаешь массу и массу каких-то завиральных теорий о том, что, не знаю, они чёрной магией занимаются. Хотя мы только что обсуждали, господи, РИА новости обвиняют украинских военных в том, что они занимаются чёрной магией. У нас по главному, одному из трёх главных телеканалов страны показывают экстрасенса, который высказывает дату капитуляции Зеленского и гадает, профайлит на фотографиях Зеленского, его помощника. Ну, это не помощник, вернее, это один из сотрудников СБУ Украины Андрея Лусюка, там даже его фотография была. Вот, а мы всерьёз обсуждаем, что им пытаются вменить чёрную магию, хотя вот она происходит перед нашими глазами на телевидении. И у зрителя не возникает какого-то диссонанса, что, блин, это же одно и то же лиходейство какое-то, но им спокойно занимается российское государство. Но когда оно им занимается, к нему вопросов ни у кого нет. Когда это же пытаются вменить украинцам, тогда, ну, понятное дело, это действительно и чёрная магия, это и колдовство, это и богохулиния, и что угодно ещё. И биолаборатории. И биолаборатории, в конце концов. Потому что у нас тоже есть биолаборатории, но они-то такими вещами не занимаются, как украинские. Они только вынашивают какие-то страшные вирусы и, значит, исследуют дифтерию. Вот. Всё так, да. Да, кстати, про букву «Зайн» хотела сказать, что вообще она и в современном алфавите иврита существует, и более того, есть слово, которое ты говорил, да, которое звучит как буква, так что тут никаких даже древностей нет, есть в принципе. Я прочитал статью «Юрия новостей», поэтому я вот чем богат, тем и делюсь с людьми. Да, да, да. Ну, в общем, видимо, и древняя, и нынешняя одна и та же буква. Давай продолжим. Следующее видео наше, оно будет связано с образом Путина, который к Петру Первому пытаются подтянуть. Может быть, не пытаются, но вот такое создалось впечатление. Давайте посмотрим. Вопрос о том, как мы должны в рамках исторического сознания относиться к Петру. Вопрос не столько об истории, сколько об историческом сознании. Вот сформировался такой державный, вопрос опять о Сибовых, державный нарратив изложения российской истории. В этом державном нарративе есть фигуры к Владимир Хреститель, Александр Невский, Иван Таэти и Иван Грозный, Петр Первый, Александр Таэти, Сталин, ну и в этой версии нынешний президент России. Значит, на этом строится патриотическое сознание. Есть антидержавники, которые именно бьют, критикуют эти фигуры. Да, я чуть-чуть уточню, что, во-первых, это была выставка по случаю 350-летия со дня рождения Петра Первого. Это, во-первых. Во-вторых, в общем-то, проводят некоторые параллели между Путиным и Петром Первым, в том числе связанные с тем, что он территории присоединял. Вот что ты по этому поводу можешь сказать? Присоединял территории. Действительно, там более смешное видео позавчера было со встречи Путина со стартаперами. И там Путин решил заговорить про Петра Первого. То есть кто о чем. О стартапах, видимо, надо было поговорить. И о вещах, которые сопровождают экономику России, с людьми, которые там собрались. Путин заговорил про Петра Первого. И говорит, там перечисляет какие-то вещи, связанные с Северной войной, в которой участвовал Петр и Россия в начале XVIII века. И говорит, вот что я делал. И я, и некоторые другие журналисты, они по несколько раз переслушали этот фрагмент. И действительно, Путин, говоря о Петре Первом, говорит, вот что я делал. Он говорит, вот чего я делал. Даже так скорее. И это, возможно, не случайная оговорка, потому что он себя уже ассоциирует с теми людьми прошлого, которые управляют страной. Но, в конце концов, смотрите, он правит России 22 года. Будет скоро даже и 23 исполнится в сентябре, в августе, прошу прощения. А это совсем уже накануне. То есть он правит дольше, чем Брежнев, больше, чем Хрущев. Уже скоро какие-то будут сопоставимые цифры. Ну, ладно, хорошо, до Сталина ему далеко, потому что Сталин, грубо говоря, с 22 года был генеральным секретарем ЦК КПСС, да, ЦК ВКПБ, вернее. Но, тем не менее, он себя уже, то есть он так долго правит, что он себя мыслит вот в категориях людей вроде Александра Третьего или Екатерины Второй, потому что человек правит десятилетиями. И это уже настолько долго, и никуда он уходить не собирается. Он ощущает себя самодержителем, и поэтому и ему для того, чтобы подмослить, для того, чтобы сказать ему приятное, у нас, вот видите, уже историки какие-то занялись тем, что они, да, не с точки зрения, говорится, что не с точки зрения истории, но с точки зрения исторического нарратива. Нужно учитывать, что есть цари-державники, правители-державники, да, и есть, соответственно, Пётр, есть Путин Первый, да, Пётр Первый, Господи. И, в общем, мне кажется, что это по-хорошему вопрос для того, чтобы задуматься и будущим поколениям, на самом деле, потому что нас так воспитывали, и Путина, к сожалению, так воспитывали тоже, что царь считался, или правитель России считался хорошим, если при нём росла территория. Насколько хорошо он проводил реформу, насколько хорошо при нём жили люди, это вопрос Третий, Четвёртый или Десятый. То есть если увеличивается территория, если растёт вот такая, если растёт на карте площадь России, значит, это хорошо. Всё остальное это не считается важным вопросом. И я боюсь, что это вещь, которую следует пересмотреть, но там единственное только почему-то в словах и в лекции вот этого историка, которого мы смотрели, забыл, честно говоря, как его фамилия, хотя я её перед началом нашей трансляции прочитал, но я про него впервые услышал, этого лектора «Общество знания». Там есть Александр Третий, единственный человек из всей этой линейки, при котором территория России, она не увеличилась. Все остальные — это люди, которые вели захватнические войны. Кстати, непонятно, почему, например, Екатерины Второй нету, потому что, например, в разговоре с Алексеем Венедиктовым как-то Путин её называл своей любимой правительницей, любимым правителем. Потому что по словам Венедиктова Путин ответил ему так, что дел больше, кровища меньше. Но сейчас это совершенно неважно, потому что это же какое-то всё замиксованное и абсолютно смешанное представление о власти в стране, потому что вот 20 или 30 лет назад были актуальны разговоры, какие цари хорошие, то есть или правители, да, то есть были сторонники красной власти, Ленина, Сталина, были сторонники белой, грубо говоря, власти. Это Николая Второго и, соответственно, дореволюционных всех правителей. А сейчас всё неважно, то есть сейчас какое-то культ царебожничества, то есть вертикали власти, то есть неважно кто, неважно какой человек управляет этим всем, неважно какая у него фамилия или номерок после имени в династии Романовых. Главное, что это просто преклонение перед властью, перед престолом, и совершенно неважна тут никакая идеология. И меня вот этот момент, он тоже немножко пугает, но, с другой стороны, знаешь, пока идёт война, это не самое страшное, что может случиться, но когда это всё закончится, это будет довольно важной темой для того, чтобы о ней поразмыслить. Да, я согласна. Меня давно это беспокоило, потому что ещё с момента Крыма и в целом территория, захват территории в 21 веке, которая является показателем успеха какого-то президента, ну, это вообще никуда не годится. Мы ещё одно видео посмотрим. У нас их много, я не думаю, что мы устоим все, но несколько ещё, да? Если у тебя есть предпочтения, тоже скажи из тех, которые были. Смотри, ну, давай посмотрим про шамана, потому что это важно. Мы только что, значит, обсуждали экстрасенсов на НТВ, мы обсуждали берсерков украинских, давай посмотрим теперь шаманов, которых показывают, тоже, кстати говоря, в прайм-тайм по российскому телевидению, и рассказывают, какие шаманы всё-таки правильные. Это шорсткие шаманы из Кузбасса. Да, давайте посмотрим, потому что они там заклинания произносили на освобождение, собственно, от украинского ига. Я думаю, сегодняшний обряд послужит началом завершения этой спецоперации. Откройте ладони и черпайте жизненную энергию. Все в мире и согласии. Давайте все поднимем руки к солнцу и это всё пожелаем. Пусть наши воины, что отстаивают интересы украинского народа и суверенитета России, будут счастливы. И пусть народ, который мы освобождаем от нацистского ига, живёт счастливо и богато. Чтоб Америка наконец-то включила бы свой разум. Шок! Шок! Ну да, желают ещё здоровья Путину и, значит, Горловку освободить. Что это скажешь по этому поводу? Я скажу, что это какие-то нехорошие намёки, если не желают крепкого здоровья президенту. Они что, намекают, что у него здоровье хлипенькое? Опасно ходят тоже. Не надо так с шаманом даже. То есть, несмотря на то, что на их стороне какие-то силы трансцендентные, но, тем не менее, надо как-то аккуратнее выражаться по поводу здоровья. Путин ещё на их похоронах просудится, если они будут так разговаривать, конечно. Вот, но меня, скорее, тут другая ситуация забавляет, потому что до этого нам показывали... Ну, это местный был телеканал тувинских, кажется, шаманов. Тоже они каких-то животных приносили в жертву для того, чтобы специальная военная операция шла хорошо в Украине. И это, конечно, забавно, учитывая, что вот эти люди, они считаются абсолютно адекватными. Их показывают по телевидению. И они накладывают буквально сглаз на Америку для того, чтобы в Америке ничего не получилось. И, значит, она как-то это... самоустранилась из геополитической карты мира. А при этом шамана Габышева, который шёл прогонять Путина, его признали невменяемым. И уже сколько? Больше года, кажется, держит буквально в заточении в психической больнице. И я просто, честно говоря, не понимаю, кто оценивает психического адеквата. Ну, то есть, очевидно, что это делают чиновники, которым либо что-то нравится в людях, либо что-то не нравится. Если им что-то не нравится, то они могут заточить человека в психушку. Если нет, то их будут показывать по федеральным телеканалам, как только что мы видели. Это в программе «60 минут» ключевом украинофобском ток-шоу на России один показывали. То есть люди, которые ещё несколько месяцев назад смеялись над Украиной как над территорией какой-то ошалевшей глупости, одурения и так далее. Вот теперь эти же люди совершенно серьёзно показывают шаманов и надеются, видимо, что помощь этих людей должна помочь России. Но это всё вот эта надежда на бабку Вангу, на нашего деда Вангу, на то, что у нас белая магия с нами, в конце концов, а не чёрная. И что так называемый глубинный народ на всё это купится и во всё это поверит. Но пока что вот это смотрится как развлечение. Я не знаю, насколько люди в это серьёзно готовы верить, но так или иначе вот этот дискурс, он явно увеличивается, потому что адекватных слов объяснить, почему затягивается военная операция, зачем её вообще нужно продолжать. Их не существует. И поэтому остаётся прибегать только вот к этой бесовщине. Такое ощущение, да, что отряды вот эти путинские, которые краснодарские, бабушки и дедушки, они как будто бы расширяются в масштабах, у них филиалы появляются в виде шаманов, и кого-то ещё. Масштабируются по национальному признаку. Да, конечно, у нас много национальных республик, и вот там тоже должны быть свои отряды Путина. Но некоторые будут шаманские войска Путина. Вот вполне себе почему бы и нет. Вот. Дальше я хотел бы, конечно же, обсудить тему вот прекрасного словаря, который написали в Крыму, да? Да, да, да. Ты читала стихи какие-то там прекрасные, да? Да. Или нет? Да, да, да. Там, где англицизмы решили истребить. Да, 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 да. Это, значит, вот крымский, глава крымского парламента, насколько помню, Владимир Константинов, или Константин Владимиров его зовут, я уже, честно говоря, забыл. Но тоже деятельный человек такой, при нём выпустили словарь, как нужно бороться с англицизмами, и там вот такие стихи приводятся вначале, осознав все наши траблы, ностальгическое печали. Вспоминаем, как братьфрендов женихами называли. Вместо кастингов смотрины наши мамы проводили, и не мэны, а мужчины девушкам цветы дарили. Вечеринкой были пати, улучшением апгрейд. Может быть, может, всё-таки нам хватит русских обижать людей. Вот. Хорошая рифма, апгрейд и людей. Мне вот очень она понравилась, видимо, её компьютер помогал составить. И чудесный совершенно словарь. То есть тут даже обсуждать нечего, потому что некоторые слова, они переводятся, то есть один англицизм, он переводится с помощью двух англицизмов. То есть, ну, хотя что уж тут говорить. Есть перевод слова «вау», переводится как «ура», «ах, здорово, класс». Для того, чтобы люди «вау» не говорили, нужно от него избавляться. «Баттл» — это соревнование, состязание. Вот, мне очень понравился брифинг. Брифинг, как можно перевести на русский язык? Ты видела это или нет? Брифинг нет. Как, как? Краткая пресс-конференция. Вот пресс-конференция — это же исконно русское слово, разумеется. А вот лобби, лобби как можно перевести? Отстаивание. Не, не лоббирование, а лобби — это вот как в гостинице лобби. А, холл, видимо, они предложили. Холл, холл, как бы, да, собственно говоря, английским словом «холл», но еще немецким словом «вестибюль» можно его перевести. Ну и так далее, и так далее. То есть очень смешное, на самом деле. Да, это был билборд, билборд, который как рекламный щит тоже. Девайс, техническое устройство, дедлайн, крайний срок. Ну, в общем, все замечательно. И в конце самого этого словаря приводится, значит, цитата из Белинского. «Употреблять иностранное слово, когда есть равносильно ему русское слово, значит, оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус». Вот. Ну, мне кажется, что если прочитать эти слова правильно Белинского, то можно как раз и осознать, что слово «коворкинг» его нормально на русский язык не переведешь, и поэтому ему адекватной замены нету, потому что до появления на Западе такого явления, как «коворкинг», его просто в России напросто не существовало, и поэтому не надо думать, что как бы есть адекватная замена этому всему. И у нас еще один чудесный человек, это депутат Петр Толстой. Вот вчера же тоже, он, видимо, начитался этого словаря, и он призвал создать единое языковое пространство и избавиться от англицизмов раз и навсегда. По его мнению, в России все вывески должны быть написаны по-русски, а для туристов можно разместить перевод мелкими буквами. Вот. Я бы и сам предложил на двери в Госдуме у Петра Толстого вывеску сделать по-русски «придурок», а для туристов уже мелкими буквами сделать перевод «стюбит-эс», например. И это было бы достойно, мне кажется. Ну, если бы туристы могли еще в Государственную Думу заходить, вообще бы было прекрасно. Так что... Я хотела попросить... Такой день достанет, да. Давай посмотрим еще что-то. Да, давай у тебя в канале, в Телеграме было короткое видео про, я думаю, что всеми любимого, больше всего ажиотажа, вызывающего Владимира Соловьева. Коротенькое видео, давайте глянем. Мы как, что... Ну, если мы будем расширять, то, наверное, просто придется расширять. Ну, вот мы говорим, нужны нам запчасти. Ну, давайте расширимся до тех мест, где заводы стоят, производящие запчасти. Вот, мне как-то по-прежнему обидно за Кома. Давайте расширимся. Владимир Дольфович, помните, у Булгакова придут и сами все дадут. Да, что тебе есть по этому поводу сказать? Вообще, на самом деле, другие люди стоят не очень веселые, у них-то виллы на озере Кома нет, им возвращать нечего. Слушай, на самом деле, я тебе честно скажу, они стоят не очень веселые, потому что они устали уже стоять на ногах, они из этих ток-шоу не вылазят сутками, они вынуждены изображать какие-то эмоции, что-то до сих пор из себя выдавливать. Новостей свежих не особенно много, и поэтому они просто замучены, просто стоят и отрабатывают гонорар, который у них есть, ну, или они как-то боятся потерять свое место в телевизоре, раз уж оно им выпало. Ну, Соловье у этого самого нет, виллы теперь на озере Кома, как мы знаем теперь, что у него не две виллы там было в Италии, а целых четыре, и их потерять — это совершенно другое дело. И, ну, он же объяснил в эфире итальянского телевидения, не знаю, бы ты видел или нет, очень смешно он сказал, его ведущий спрашивает, слушайте, а если вы Италию считаете такой фашистской страной, вот чёртово здесь купили четыре виллы, он отвечает, что так я же всё в Италии покупал, когда она ещё не была фашистской, это вот сейчас она стала фашистской страной, а я вот как раз хотел бы Владимиру Соловьёву предложить такое объяснение, зачем он покупал эти виллы, он там должен был обороняться как раз из этих самых итальянских фашистов, и для этого, для того, чтобы обороняться, ему там нужны окопы, а эти окопы там и есть, это бассейны, вот он, собственно, должен занять в них укрепление, был, но он провалил эту операцию, потому что не вылезал из своих эфиров в России, и поэтому он не смог отбить атаки яростных фашистов итальянских на свои владения прекрасные. Ну вот скучает человек, что поделать, и на самом деле это же такая проблема, у него же раньше был смысл жизни, он возвращался в эти виллы, проводил там чудесное время, я думаю, у него тоже был какой-то, была какая-то надувная, значит, штука, на которой плавал в этом бассейне, уточка, может быть, которая надевается на человека, для того, чтобы он не утонул, он с этой уточкой такой плавал. Мне кажется, что он чудесно проводил время, а теперь он просто не знает, к чему ему стремиться, и у него остаётся только сгусток злобы внутри. И уж не знаю, кому можно посоветовать Владимира Соловьёва пожалеть, но если у кого-то хватит на это человеческих сил, просто представьте, что вот у него теперь нет сил расслабляться, и он всё время ходит злой, шипит на всех в эфире, ругается на своих подчинённых сотрудников, бросается в них предметами, и бедные-бедные его сотрудники. Давайте посочувствуем людям, которые реально находятся сейчас как будто бы рядом с взорвавшимся реактором Чернобыльской АЭС. Ну, может быть, это их побыстрее тоже как-то замотивирует выйти из госпропаганды, если уж не знаю, всё остальное замотивировало. Я очень надеюсь, я очень хочу их мемуары читать, я очень хочу смотреть видосы с ними, для того, чтобы они рассказывали, как это всё выглядело со стороны, поэтому, дай бог, они скоро это всё осознают, и все эти доби будут на свободе. Ну да, либо, если не осознают, то будут потом сидеть в заперти после суда и писать свои мемуары, и времени будет, я думаю, достаточно для кого-то. Ну, наверное, так. Спасибо тебе большое, Илья, что нашёл время с нами пообщаться, разобрать фейки, обязательно подписывайтесь на канал Ильи, гораздо больше разборов, и всего-всего можно там наблюдать. Спасибо, пока-пока-пока. Хотите больше роликов на нашем канале? Тогда ставьте лайк и подписывайтесь. А ещё вы можете стать спонсором нашего канала и поддержать нашу работу. Это безопасно. Спонсорам у нас доступны дополнительные возможности. Закрытые эфиры с ведущими, предпоказы и другой эксклюзивный контент. Присоединяйтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok